Весна – время обновления. Самый простой способ избавиться от сухой травы и мусора, накопившегося за зиму – сжечь. Так думают многие, и нередко это заканчивается плачевно. Сотрудники МЧС предупреждают – в весенний-летний период пал сухой травы и мусора – основная причина крупных пожаров. Сценарий почти всегда один. Возгорание травы не всегда происходит по вине человека. И быстрое распространение, и в помощь этому является ветер, зачастую переходит на приусадебные участки, на дачные строения, бани, сараи, жилые постройки. Существует у дачников такой миф. От сгорания прошлогодней сухой растительности образуется зола – лучшие удобрения для будущих урожаев. В Россельхознадзоре эти байки называют глупостью. Поджог травы не только опасен для человека, но и губителен для почвы. Таким образом, огородники сами себе делают хуже. При пожаре выгорает все. То есть, уничтожается микрофлора, в том числе полезная для растений, которая им помогает, к примеру, бороться с болезнями. И также уничтожается, выгорает все живые существа, организмы, в том числе и необходимые, полезные для сельского хозяйства. С чего дачники в действительности должны начать готовиться к летнему сезону, так это с уборки на своих приусадебных участках. Так, на всякий пожарный. После этого и вероятность возгораний будет меньше, и в случае чего пожарная техника проедет без труда. Это значительно минимизирует возможный ущерб. А теми, кому закон не писан, займутся надзорные органы. Штрафы за ненадлежащие обращения с сельхозугодиями – внушительные. В ходе проверки, если выявляются нарушения, мы привлекаем консервативные ответственности. Здесь, значит, неправдимые против охраны земель. Штрафы большие. Для граждан – от 20 тысяч, для должностных лиц – от 50 тысяч штраф, и для юридических лиц – от 400 тысяч рублей. А может это обернуться и потерями посерьезней – имущество, здоровье или даже жизни. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново.